Как некоторые знают, я редакторе Шмена Насового блога «Право последнее». И недавно в поиске материала для сильной занятий я наткнулся на вот это село. Чем оно замечательно? Оно находится чуть ли не на самом востоке России, в Чуговском округе, за 80-й широтой. И его адресовал один человек. Там нет никаких спутников, но, тем не менее, он приехал для сам, он собрал треки от улиц, потрясал их, нарисовал где-нибудь находится магазин. Всякие адреса и прочее. Более того, он нарисовал автобусом маршрут в районный центр. И, разумеется, эта карта не имеет аналогов, потому что крупные категорические проекты просто не занимаются такими далекими и незначительными местами. Примерно так будет город рядом с домом участника проекта. Это город Псков. Полтора года назад он был практически белым днем. Год назад там появился один очень увлеченный человек. Каждые выходные он выходил и дорисовывал один-два карта. Через год карта выглядит примерно вот так. Здесь обозначено буквально все адреса, симпатизмы, все названия, я не знаю. Это то, чего можно описать один человек в проекте с достаточной трудолюбивостью. Но это все, можно сказать, прошлое. То есть усилия отдельных людей, они, разумеется, дают на пользу проектов, они, на пользу этого проекта, они это то, что отличается от коммерческих проектов. Именно такие уникальные случаи, и, по сути, каждый случай получается уникальным. Но все это внутри проектов. И я расскажу о том, что ждет этот проект в будущем. Я надеюсь, в будущем году, но поскольку это только уявление, а сообщество сложно управляться, то это может быть просто в будущем. Основная и самая важная проблема, что у МСРП для большинства это просто набор данных. Участники в него что-то записывают, но, по большей части, они ладятся внутри себя. Они не взаимодействуют ни с кем, ни с себя, и, по сути, этот набор данных. С любой стороны этого набора стоят организации муниципальной власти. В последнее время все чаще они хотят что-то нам подарить. Просто так. Например, Братск недавно предложил адресный план, то есть все дома и адреса. Кому нужно обратиться, если не ко мне? Потому что в проект нет леса. У меня всегда много времени, раз в два месяца, со мной пытается связаться кто-то из Пускова, который не называет себя, но предлагает, скажем, все портов-снимки на райцепорт в Русской области. Почему он обращается ко мне? Потому что он не знает ко мне. И это серьезная проблема, ее нужно решать. Разумеется, это решено за границей. У них есть организация КСМФ, которая занимается организацией участников в проектах. У них есть локальные подразделения, которые также являются юридическими лицами, которые взаимодействуют с организацией, которые решили, хотят вход в проекты и передать проекты. Есть рабочие группы и вход внутренней области картин, которые занимаются разными аспектами области. У нас, как можно заметить, есть группы. Три собаки. Да, три собаки. И это первая, что первая и самая главная задача, которую нам предстоит решить в будущем. Мы уже пытались все это решить. И я надеюсь, что третий раз будет самым слышно. Это Саранск. Многие видели с крыша такого города. В феврале этого года появился проект мониторинга общественного транспорта в Саранске. На основе карты у нас требует. Мы посмотрели, что это белое пятно. Собрались и ровно за двое суток отрисовали карту до такого состояния. По космическому свету. Это пример дивана и картинография. Ее не очень жалуют в нашем проекте, но все и занимаются. Та главная основа того других проектах. То есть, просто сидит человек и воскликнулась с ним, компликнулась и все, что видит. Начинался же наш проект с того, что люди выходили на улицу. Собирают треки, точки и саранкарты на музейных городах. Чтобы продвигать такой способ картографирования, с осени прошлого года мы собираемся в разных городах. И, помимо того, что просто были на дороге города, рисуем карту. Здесь дорисованы наши общие фотографии с Великих Луг, Смоленска, Владимир. Все. Там было три встречи. И, кроме того, было порядка десяти локальных встреч, которые собирали просто участвовать своего рода. Например, в Пьензе. Это также было в Санкт-Петербурге, в Минске, в Москве. Но в таких встречах я начал замечать, что мы приезжаем, что-то по мелочи обрисованное уезжаем, и город остается. Что с ним делать? Пусть показал Денис Смагин из Первского края, который организовал три семинара в небольших городках этого края. Это школьники, они учатся с вами, собирать данные, читать с каждого и рисовать их. Сам Денис, он приехал, организовал три семинара и абсолютно ничего не рисовал сам. За него все рисуют школьники. Они подрастут, развиваются по другим городам, дорисуют их в проекте. Сначала у нас появилось несколько десятков заинтересованных участников. И второй важный этап нашего развития проекта – это не столько рисование самостоятельное, сколько обучение других людей, особенно в этом регионе. Это развязка дороги Мишнахили-Бердзи, которая частично открылась в 3 сентября, еще полно, она открылась в ноябре немного, и она, разумеется, есть на нашей карте. Совсем закрытым и совсем. Это Яндекс.Карта. Но во время, наверное, они начали делать, производить свои геоданные, и контент-файнер, он сказал, что они планируют обновить ежемесячно. Развязка 3 месяца по карту. Это народная Яндекс.Карта. На ней эта развязка есть. И стоит вопрос, почему ее не взять к себе. Я понимаю, что ответ не очень сложен, но, возможно, одна из частей развита – это вот это. Собственно, участники народных карт, народные Яндекс.Карта, не скрываясь, что они пользуются всеми возможными источниками. Потому что невозможно обмерзывать карту, только пользуются космическими снегами. Поэтому у них в обществе можно найти сканы бумажных карт, защищенные авторским правом. Методы подключения карт ОСМ и САС-планета с любыми снегами. Не только Яндекс.Карта. И, разумеется, такая эффекта встречается с его мастер-карта. Это Челябовск. Недавно мы обнаружили в рейт застанавливающие домики, которые совершенно не похожи на стульте к рисунке. И после небольшого расследования мы считаем, что они срисованы из другого проекта. И прямо сейчас идет процесс их удаления. Такие ситуации, когда появляется один участник и начинает быстро-быстро рисовать что-то неизвестно откуда. Последний день встречается все чаще. Стоит запечатление, что они куда-то спешат. И у них спрашиваешь, зачем так быстро? Подождите, посмотрите своими глазами, что там происходит. Они говорят, ну пустое место, конечно, можно. Понятно. Один ряд туда-нибудь спешат. Со странной организацией тоже встречается нарушение. Особо показательный сайт вот этот. Это мониторик общественного транспорта в городе Хабаровске. Он пытается нарушать сразу три сезонные соглашения. Первое, это он использует Google API. В условиях использования написано, что его нельзя использовать для мониторингового транспорта. Пока он отображает тайлы этого мейда. Чтобы их использовать, нужно писать, что они используются. Здесь ничего не забывается. Ну и третье, разумеется, это они нарушают дезингию постепенно. Просто тем, что они не пишут, что карта всегда от нас. Чтобы использовать его постепенно, условия достаточно простые всего два. Первое, мы писать, что вы пользуетесь с нашей картой. И второе, не желательно смешивать её с другими картами на уровне данных. Но, опять же, после спорно, как я много раз уже сказал, когда вопрос о церкви из сезон начинается с голода. В частности, я считаю, что текущая церковь пациентка не защищает, их может использовать, кто угодно. И так получается, что церковь это выглядит. И у нас поэтому начался процесс омениторизм в другую, который им защищает вас в других. Возвращение следует заключается в том, что все участники проекта, те, кто участвует в 2004 году, в 2005 году, так и те, кто только на присоединяется, согласились с новыми условиями использованием со сменой цензы. Те данные, которые нарисованы согласными для себя, будут делами. Здесь нарисован график, как этот процесс, я не согласен. У нас уже порядка 50 тысяч согласилась, не считая 250 тысяч, которые согласились получать. И ты, он переходит в 1 апреля. И инслядств позволишь со всеми удаленными данными. Что вы получите с карты? Все желтые линии, скорее всего, были полностью или частично удалены. И почему так много, хотя участников согласилось 300 тысяч? Потому что большинство из... В Санкт-Петербург рисовался одним из первых русских городов. Рисовался в 2005 году. Соответственно, большая часть рисовала участник, который покинул наш проект в 2009. И теперь с ними связаться, а улицы города стали под вопросом. И поэтому, летом 2012 года, это будет годы восстановления карты у нас. Но третья большая задача стоит даже не высокое восстановление, сколько проверка. Правильно ли то, что мы меняем интенсию? Работать ли много? Это обязательно в Минске. Он нарисован на браузере только с использованием JavaScript. Он часто используется, чтобы показать, что это рассеющий кутрик программист. В Беларуси. Русские. Русские из них сообщества, еще и в Минске. Поскольку у нас доступны чистые данные, с ними можно делать все что угодно. Например, от ресторанальных мерных дюймов. То, что у нас будет программист, позволяет, например, решить вопрос отсутствия качественных снимков. На Меликой Луке нет снимков вообще ни у кого. Мы связались с украинским фотографом, который летал в Меликой Луках на воздушном шаре. И с помощью его фотографий, склеили вот такие качественные снимки. А недавно сделан новый сайт, как вы из вас с готами и с поиском. Цель этого сайта со временем заменит для нас, как и самая всякая атмосфера в Минске, так и сайт Ядрис. Которым, хотя и не кто прислал, пользуются все участники. Соответственно, это сайт довольно важной задачи, потому что это лицо без привычной часа. И, чтобы заменить все остальные, у него есть три небольшие задачи. Это поиск, который в Киеве уже работает. Прокладка маршрутов, вырисованный в своих местах. И, наконец, доступность данных позволяет развернуться в дизайне, которые рисуют свои очень красивые стильные карты. Это Лена, нарисовал дизайнера с Нерманином. А это уже интересный проект французской тупокарты. Она отличается от остальных тем, что она сделана для пользователей, а не для картографов. То есть, обычный француз открывает и видит то же самое, что он видит каждый день в своих атласах. Правильно раскрашенные дороги, отключаемые незаметно из своей природы. И только те данные, которые ему нужны. Более того, в отличие от всех остальных карт, здесь используется нестандартная проекция, а та, которую используют именно во Франции. И отсюда выходит пятая задача для русской вещей части проекта. Это сделать стиль для русских пользователей. Потому что русские салиханты сохранить совершенно не то, что рисуются в сети. Они для дорог, в первом деле, видят покрытие этих дорог. В результате у них нет одного проекта, который показывал Патрица. Они видят много хорошего, чего нет, не на одной карте, в части карте ВСМ. И это очень важная задача, чтобы наши проекты создали для вас. Таковы основные проекты, планы на год. Но поскольку, как я уже сказал, у нас сообщество особо назойное, то это будущее. Но мы работаем над тем, чтобы это будущее, чтобы это будущее. Спасибо. Валерий Курасов, я алкоголик. Много вопроса был, может быть, предыдущий. Но, в общем, не беда задать его и вам. Хочется только Андрей тебе тоже потом. Ну, окей. Вот эти барьеры, ну, я, честно, лицезион, но еще какие-то между народной картой, по концертным и так далее. А есть какая-то перспектива, так сказать, прозрачность между народной картой? Да, конечно, есть. Ну, собственно, повторюсь. Когда разговаривали, касается лицезии, замерзняется болото. Сейчас сообщество осуществляется две лицензии. И это еще хуже. После первого отделя, когда наш проект наконец-то перейдет в новую лицензию, начнется ее окончательная формировка. И у сообщества появится время понять, что они вообще делают. Но, так сказать, каждый случай уникальный. То есть, чтобы понять, подходит ли вам данную лицензию с этой лицензией, вам нужно сначала понять, что он лучше. В новой лицензии куда лицензия стали. То есть, старая непонятно касалась, разгранных не касалась. В новой все можно дать куда более площадь. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. В принципе, по вопросам лицензии, если что-то надо уточнить или разъяснить. Вот есть в нашей стране какие-то представители? Вот мы сейчас видим вас, например. То есть, вы представляете сейчас просто как активист все сообщество ОСМ в нашей стране? Или это все-таки какая-то организация? Ну, хотя бы там, неформально то, что вы говорите, мы, там, программисты, там, что это? Что это за команда? Ну, первая задача – это сделать именно такой для орган, который бы отвечал на вопросы. Вот. А пока что я составляю себя как часть этого проекта. И говорим не за всех, а за... Показываю свои видения в этот проект. И вот так и последний маленький вопрос. Вот вы говорили про лицензии, про нарушение лицензии, и про данные, как вас дам векторным. А если использование идет в разрезе, что, допустим, использовать, ведь вы сами есть свои API, то есть, если использовать API, то есть, по сути, доступ к тайллому кэшу, да, который встраивается куда-то. И не сверху на него наложить какие-то другие данные. Вот, в рамках такого использования, что вы говорите? Предписывать действующие лицензии. То есть, если вы не смешиваете данные в одном из данных, то есть, если вы используете просто картинки. Просто картинки. Просто картинки. То достаточно только написать, что вы используете. Что я думаю. Да. То есть, дитя. То есть, дитя. Я думаю, что на любой стороны, эта цена, с чем-то еще пользуетесь. На процедине. А вот есть, похоже, проект в Ikimapy, да? Да. Они предоставляют векторную информацию так же, как в IFSat, да? Да, специальный поле предоставляют информацию на основной лецензии, в ЦП- в Инси, то есть запрещается коммерческое использование, А вот вопрос, почему вот это коммерческое использование так, ну все запрещают это коммерческое использование, почему это так опасно? Наоборот, коммерческое использование гораздо больше дает возможности для развития, начинает подключаться к вынесению информации уже коммерческие, ну, люди, которые работают за зарплату. Мы сами не понимаем, почему всегда появится, что за регионами кто-то будет получать деньги, но, собственно, я считаю, что это самая проблема вообще теперешней модели, взятой на данные публичные, что почему-то все сразу запрещают коммерческое использование, почему это происходит, не знаю. Весни, пожалуйста, как решает обрисовывание по сканированной карте, не о том, народные яндекс-карты, вливать это в свои карты. Вопрос на камеру. Лицензии Яндекс это запрещает. То есть лицензии Яндекс не совместимы с лицензией. Дело в том, что в том, что в том, что народные яндекс-карты, таким образом, копируют все бедали, ощущая на авторском тарвайе, без еды на автарфах. Это явно решение авторских прав. Ну, стоит заправедливости, радио признать, что и в УСМ есть аналогичная ситуация. Ну, собственно, что я все время показывал. Если говорить, то есть конкретно про этот вопрос, что оценить, понять, найти карты с закладками, залитые, обрисованные народные яндекс-карты, может быть, одинаковая задача по большому счету. Да, но есть, есть организационная разница. Мы такие данные, которые импортируют разбудок, ищем постоянно и стараемся их замечать и как можно раньше выбирать. В народных яндекс-карты, которые помнят больше всего, как 100 лет данных. Позвольте себе ответить, на самом деле, потому что у нас для разметки используется только веб-интерфейс и невозможна пакетная заветка данных. Это значит, что нельзя свой МИД какой-либо репортировать в народные яндекс-карты. Да, и здесь, как вы суками на свойскую дорогу, вопрос о чудесе, обрисовке снимка, не явно копируется, врушение вам, член права авторизации. Нет, можно вот, металли, вопрос точнее, металли, вопросов. Вот, я неоднократно читал, слушал дискуссию, вот, просто ваша позиция, что, ну, как бы, карта, если говорить просто про адресную базу, про геометрику, это, в общем, информация. То есть, не может быть, короткая позиция, не может быть предметом авторского права номер дома. То есть, если кто-то, вот, карта, как художественное произведение, я не знаю, там, с цветами, вот это вот, это вот, это вот, это все, это предмет, это считает авторского права. Если кто-то взял, ну, вот, просто вопрос, ваш, не кто-то взял карту, пусть, которую произвел коммерческий производитель. И из этой карты переписал все номера домов и улицы. Это, вот, что это не является на самом деле, даже если, так вот, является нарушением авторских прав. Потому что, это информация, это просто информация. Да, именно так, но факты не являются предметом авторских прав. Но собрание этих фактов, как база, они уже могут являться по помянутой 4-й статье «Дженского кулиса» очень поздно. Мы рекомендуем нашим пользователям использовать открытые источники и основы своих на них и местности вокруг. И они размечают это только самостоятельно, и они рисуются руки, руками, без каких-то пакетных заревок. Мы тоже, конечно. Так, мы рады, как у них здесь дискуссии, но я буду доставить слово следующим докладчиком.